В Иркутской области любители острых ощущений и высоких скоростей самовольно перекрыли федеральную трассу. Видеозапись нелегальных заездов попала в интернет и вызвала бурную реакцию автомобилистов. Каждый сам представил возможную встречу на дороге с агрессивными организаторами опасных гонок или с машиной, вылетающей на встречную полосу. Кадры езды без правил в репортаже нашего корреспондента Александра Черепниной. Парные заезды прямо на федеральной трассе. С ревом моторов автомобили за секунду уходят в точку. Мимо приезжают те, кто в полетах по дорогам не участвует. Официально движение не перекрыто. Разрешения на проведение соревнований нет. За организаторов эти двое. Перед очередным стартом не дают проехать машинам в попутном направлении. Что говорят не слышно, но по жестам догадаться нетрудно. Формулировки от вежливых далеки. Гонки закончились, когда на место приехала полиция. Убедить молодых людей отказаться от своих намерений было непросто. Они рассчитывали после убытия экипажей полиции вновь продолжить гонку. Однако этого сделать им уже не удалось, поскольку сотрудники полиции заставили прекратить их начатые мероприятия и разъехаться по домам. Гонки для любителей слишком острых ощущений. Дистанция небольшая. Цель одна – приехать первым. Способы ее достижения вторичны. Грубейшее нарушение правил дорожного движения – дополнительный адреналин. Чем это может закончиться? Они, кажется, не задумываются. Не сбавляют скорость, даже когда другие машины появляются на пути, пытаясь на что бы то ни стало проскочить. Они называют это дрэк-рейсинг, но с настоящими гоночными соревнованиями, известными больше полувека, общего мало. Начать хотя бы с того, что официальные старты проводятся только на специально оборудованной трассе. Она должна быть широкой, с идеальным покрытием и без поворотов. А для нелегальных гонщиков и перекресток впереди не помеха. Среди участников таких заездов, как ни странно, бывают и те, кто выступает и на официальных стартах. В свое оправдание они, как правило, говорят одно – легальные гонки проводятся редко, специализированных трасс мало, а соревноваться хочется. Таких дрэк-рейсеров организаторы крупных соревнований предлагают в стартовые списки больше не включать. Люди как бы пытаются сейчас осознать, говорят, что там, да, действительно, нас позвали, мы ни при чем. Ну, как бы, голова у каждого есть. Понятно, тебя позвали, тебе позовут прыгнуть с крыши, ты же как бы все равно задумаешься, что разбиться можно. Здесь история такая же. На официальных соревнованиях отдельное внимание безопасности зрителей. Гонка по прямой, но случиться может всякое. Везде, где стоят, находятся люди, должны быть бетонные блоки или там есть аналоги. Но в основном это обычные фундаментные блоки, связанные проволокой. На случай, если машина теряет управление, она влезается в блоки. А вот что бывает там, где никаких даже временных ограждений для зрителей нет. Несколько лет назад в Москве участник неофициальных уличных заездов не справился с управлением и въехал прямо в толпу. Один человек тогда погиб, пятеро серьезно пострадали. Те, кто наблюдал за гонками под Иркутском, к слову, тоже стояли просто на обочине, периодически выскакивая на дорогу. То, что никто не пострадал, счастливая случайность. Видео, снятые очевидцами, сейчас изучают в полиции. Организаторам заездов по федеральной трассе придется как минимум заплатить штраф.